Друзья, всем привет! Сегодня будет очередной необычный выпуск, в котором я хочу поделиться с вами радостной новостью. В моем родном городе наконец-то стартовала, точнее стартую через несколько дней, классная служба такси Uber международного уровня. Наконец-то и в наш город пришел такой сервис, как Uber. Приехал я в город Днепр для того, чтобы сам попробовать зарегистрироваться здесь, потому что сейчас эта служба уже здесь работает, ее можно опробовать. Для того, чтобы зарегистрироваться в Uber, я позвонил в одну из фирм, которая подключает вас к системе Uber, к фирме-партнеру, о ней я расскажу дальше и подробнее. Прошло 24 часа с тех пор, как я скачал приложуху и сделал все регистрационные данные. Сейчас мне пришло с утра сегодня сообщение о том, что мой профиль авторизирован, и я могу попробовать стать таксистом Uber в Днепропетровске. Значит, сейчас я здесь, физически здесь. Мне досталось, так сказать, красное знамя украинских блогеров. Это автомобиль Tesla, переходящее знамя, которое сегодня будет в роли автомобиля, на котором я буду таксовать в городе Днепропетровске. Значит, посмотрим, как это все происходит, посмотрим, что будет получаться, и я вам наглядно в процессе расскажу, как зарегистрироваться, сколько можно денег заработать, и что вообще из этого получается. Интересно ли работать в такси Uber сегодня. Поехали! Здравствуйте! Заходите! Привет! Привет! Вот мы и покатаемся на этой машине. Здравствуйте! Здравствуйте! Он не будет сужен пристегнуться? Здравствуйте! Хороший медведь такой! Привет! Добрый день! Здравствуйте! 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 Если пристегнетесь, мы поедем. Хорошо! Не я тоже пристеглюсь. Да, но вы просто иначе не поедете. Здравствуйте! Здравствуйте! Сколько вам нужно заехать куда-нибудь? Пожалуйста, если вы скажите куда вы хотите, я его завезу. Если вы пристегнетесь, то он пойдет. Пристегнется за ним? А, он не пойдет просто. А, да? Ничего себе, что я не могу. Это специально, чтобы вы доехали в целости и сохранности. Чего себе? Да. До свидания. Как-то странно, в Любере ездят одни девушки. Вот опять новый вызов Регина. Поехали посмотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Если честно, удивлена. Чего? У нас Теслы на Uber спрашивается. А что, разве в Uber приезжают плохие машины когда-то? Нет, хорошие. Ну, я вам скажу по-разному. Я ездила на всем. Я просто активно пользуюсь. Uber, да, именно? Да, да. И Жиглиф. Вот Лиф достаточно часто. Вот эти тоже стоим сейчас перед ним. Пора мне электромобиль покупать все-таки второй в семье. Или активно пользоваться по городу. Дети, бассейны, кружки. Ну, смотрите, вот сейчас есть компания Auto Enterprise, которая устанавливает зарядные устройства такие. Они уже во многих местах, кстати, они такие зелененькие выглядят. То есть, смысл каков? Вы, в принципе, если у вас есть электрокар, вы покупаете зарядку, в любом случае ставите ее, даже если вы не живете в частном доме, вы ставите зарядку у себя возле дома. Эта зарядка, она стоит недорого, она стоит там, ну, будем говорить, там порядка 500 долларов. Учитывая, сколько стоит автомобиль, это не так много. Вы ее ставите прямо возле подъезда своего обычной, своей девятиэтажки. Теперь подключаете ее и вы ей заряжаетесь. Пока вас нету там, пока ваша машина катается где-либо, к этой зарядке подъезжают они сразу на карте, вы ее отмечаете, что она есть в общей системе. И к этой зарядке подъезжают все, у кого есть электрокар. К примеру, я вижу, что где-то здесь есть эта зарядка, мне удобно, я приехал, поставил. Я оплачу, получается, за электричество, плюс я оплачиваю тот тариф, который вы установите, так как это ваша зарядка. И все, я заряжаюсь и, получается, вы еще получаете деньги. Вы можете эти деньги как обналичить потом, так и использовать эти же деньги, которые... Как оплата за другие вот эти вот зарядки и по всему, ничего особенного. Такая же машина, как и вся система. Да, ее привезли, ее привезла компания «Автоэнтерпрайз». Они привозят с Америки автомобили сюда, у них растамаживают. Все, просто заказывайте у них, они привозят. Вы можете? Да, конечно, любую. Вообще не обязательно, это может быть электрокара. Они привозят с Америки вообще любые машины, то есть, какую захотите. Они понесут ответственные гарантии и выход в качестве. Конечно. Ну и плюс ко всему, у них уже есть машины здесь привезенные. То есть, не обязательно по заказу. У них есть и в Днепропетровске очень много, у них есть автосалоны, в Запорожье, в Киеве, везде. То есть, можно поехать, посмотреть живую машину. Автоэнтерпрайз. А, у меня вот есть такая брошюрка, я могу вам ее дать, кстати. Вот, посмотрите, тут все написано, все расписано про это. Пока я жду очередного клиента возле гостиницы Днепропетровск, который должен подойти с минуты на минуту. Я вам пока покажу, как в телефоне работает у меня это приложение, как оно выглядит и что я сделал для того, чтобы зарегистрироваться. Значит, вы сначала качаете вот такую приложовку. Значит, выглядит она вот следующим образом. Значит, у вас есть ваш профиль. Вы в этом профиле отмечаете, находитесь ли вы в сети сейчас или не в сети, для того, чтобы Uber знал, готовы ли вы работать или не готовы. Если вы выбрали галочку в сети, вам тут же приходят заказы, которые прут на самом деле в этом Uber. Видимо, в Днепропетровске он достаточно развит и популярен. Значит, что здесь есть еще? Здесь есть ваш профиль, который вы можете посмотреть, оценки после каждой поездки, которую оставляли вам ваши пассажиры, которые с вами перемещались. Также можете зайти в свой аккаунт. В принципе, в вашем аккаунте видно вся ваша информация, ту, которую вы вбивали при регистрации. Также вы можете посмотреть здесь помощь. Значит, расскажу вам, что необходимо для того, чтобы работать в Uber. На мое удивление, я узнал, для того, чтобы зарегистрироваться в этой системе, необходимо, в принципе, ничего, кроме естественного автомобиля, который должен быть у вас. Очень меня удивило то, что автомобиль не должен быть какого-то супер-пупер бизнес-класса. Это может быть, в принципе, вообще любой автомобиль. Главный критерий, который выдвигает Uber, это автомобиль не должен быть старше 90-го года выпуска. Теперь, у вас необходимы, должны быть действительные водительские права, естественно, и необходима должна быть страховка на автомобиле. То есть, это было одно из уточнений, которым, на самом деле, я был удивлен, как будто у нас в стране можно ездить на автомобиле без страховки. То есть, у вас должна быть страховка, должна быть машина не старше 90-го года выпуска, и, в принципе, это все критерии, которым вы должны соответствовать. Для регистрации вам необходимо позвонить на номер 7707. Это партнер Uber, это EcoTaxi, от компании Enterprise, Auto Enterprise, которая предоставляет подключение к Uber. И, что самое интересное, подключиться через них можно в ноль, в абсолютный ноль. То есть, есть масса, на самом деле, сейчас партнеров, которые предлагают подключиться вообще по разным процентам. Кто-то берет 10, кто-то 7, кто-то 5. То есть, каждый, кто как хочет, такой процент и выдумывает. Здесь же компания подключает вас абсолютно бесплатно, и вы не платите отчислений вообще никаких. То есть, ни первый месяц, ни второй, ни пятый, ни десятый. Вы не платите вообще на протяжении всей работы в Uber, что очень круто. Сейчас те люди, которые уже работают в Uber, которые платят своим партнерам отчисления какой-то процент заказов, они могут легко запросто позвонить на номер 7707 и просто перейти через EcoTaxi, работать в Uber через них и не платить больше ничего абсолютно. Помимо всего прочего, кроме того, что вас подключают в ноль, вы работаете в ноль, вы платите, естественно, только 25% от заказа отчислений самому Uber. То есть, эти 25% вы так или иначе платите вообще в принципе через любого партнера, через которого вы не были подключены. Только, когда вы подключаетесь через какого-то партнера, это, по сути, посредник еще один между Uber, который еще с вас берет дополнительный процент. Так вот, EcoTaxi этого не делает вообще в принципе. Теперь, вы, помимо всего прочего, получаете еще от EcoTaxi кучу бонусов. Вы получаете заправочные карты ОКО на большую скидку. Вы можете это получить вообще в любом городе. Не обязательно это будет в Харькове. Это может быть в любом крупном городе, где работает Uber. У них есть свое представительство. Вы просто подъезжаете и берете эти карточки, что очень круто, ребята. Что касается самого EcoTaxi, кто не знает, эта служба такси работает в городе Харькове. Это вообще уникальное явление на просторах нашей страны. Значит, в данном такси имеют место быть только электромобили. Других машин там нет, поэтому оно называется Eco. Теперь работать в этой службе также может любой, в принципе, желающий. Даже тот, кто не имеет своего собственного автомобиля на батарейках. Но с некоторыми ограничениями. То есть, компания EcoTaxi очень серьезно подходит к подбору своих водителей, которые управляют их машинами, электрокарами. Значит, критерии у них жестче, чем Uber, потому что они дают свою собственную автомашину. Даже если у вас нет ее, они вам выдают ее под аренду. Значит, аренда автомобиля в день вам обойдется. Электромобили, я сейчас говорю об автомобиле, не старше 2013-2014 года. Это Nissan Leaf, который электромобиль, который проезжает. Я также делал обзор, вы можете посмотреть его по ссылке. Который проезжает порядка 130 км по городу. Вы платите за него в сутки, за 1 сутки. Вы платите 800 гривен. Кроме этого, вы должны быть старше 25 лет. У вас должен быть стаж вождения не менее 3, лучше 5 лет. Также вы должны не иметь никаких судимости. Вы не должны быть в каких-либо серьезных ДТП. И, в принципе, это все. Вы подаете заявление в EcoTaxi. Его рассматривают. И пройдете собеседование со служб безопасности. Вас проверят, что вы не угонщик, что вы не какой-нибудь преступник. И, в принципе, вы начинаете работать. Процесс работы происходит очень просто. Сделал заказ. Подъехал на ближайшую зарядную станцию. Всунул зарядку. Пока ждешь следующего клиента. Позарядился немножко. И так от клиента к клиенту. И от зарядных станций к зарядным станциям. То есть, ты фактически всегда заряженный. И всегда готов проехать минимум 100 км. 100 км по городу Харьков – это немало. Даже если вы найдете кого-то клиента, который будет просто рвать и метать. И хотеть куда-то поехать. То, я думаю, что вы сможете удовлетворить его потребности по перемещению. Что касается другого вида заработка с эко-такси. Если вы инвестор и хотите инвестировать куда-либо деньги, эко-такси, по моему мнению, это тоже один из классных вариантов. Значит, смысл какой? К примеру, вы располагаете какой-то суммой денег. Вы можете приобрести несколько электромобилей. Давайте рассмотрим, к примеру, у вас есть деньги на три электрокара. Это не обязательно могут быть Nissan Leaf. Вы можете приобрести Nissan Leaf в компании Auto Enterprise. Идти к ним на сайт, посмотреть сколько они стоят. Все эти машинки приезжают уже в Украину. Они их все привозят, растамаживают. Машинки полностью получаются на украинской регистрации. То есть, все проблемы, весь головняк по перемещению автомобиля, откуда бы то ни было. Но чаще это с Америки на территории Украины. Ложиться на плечо Auto Enterprise. Теперь, вы купили электрокар. Пусть это будет Auto Enterprise, или пусть это будет не Auto Enterprise. Или у вас есть электрокар. Или вы привезли его, допустим, сами купили его в Литве, переоформили, поставили на учет. И хотите на нем зарабатывать деньги. Есть два варианта. Вы идете работать в эко-такси. Либо же вы отдаете свой автомобиль эко-такси, в принципе, под использование, под их службу. Они сами находят водителей, они сами сажают их на маршруты. Они сами контролируют процесс заработка денег, взимание с них ежедневной оплаты. Ваша задача только предоставить автомобиль и получать с этого автомобиля деньги. Это называется инвестировать в эко-такси. Друзья, ну что, закончился мой день в городе Днепропетровске в качестве водителя такси Uber. В принципе, это был неплохой опыт. Мне понравилось рулить этой машиной прекрасной. Прекрасный город Днепропетровск. Что хочется отметить, что качество людей, качество пассажиров, которые перемещаются на такси Uber, оно разительно отличается от всех других служб. Наверное, это связано с тем, что Uber такси вы не можете заказать с телефона. Вам необходимо быть обладателем какого-нибудь хотя бы простенького смартфона для того, чтобы установить приложение. Наверное, это решает. Также надо помнить о том, что 27 числа в городе Запорожье стартует такси Uber. Вы можете как работать в нем, так и воспользоваться услугой вызова этого такси. В этот день, в день открытия премьеры такси Uber, я буду в городе Запорожье тоже работать в такси. Поэтому, заказав такси Uber, у вас есть большая вероятность того, что к вам на вызов приеду именно я на этой машине. Поэтому, ребята, обязательно, кто хочет встретиться, поговорить в процессе того, как я буду вас подвозить с одного места в другое, обязательно вызывайте такси, обязательно звоните. Значит, что еще необходимо знать? Я оставил под видео ссылочку со своим промо-кодом, перейдя по которому вы сможете зарегистрироваться как клиент Uber такси, вызвать такси и плюс к этому получить одну бесплатную поездку по моему промо-коду. Поэтому смотрите внимательно вниз в описании. Друзья, пишите комментарии. В конце этого видео вы также сможете увидеть интересные сюжеты, которые сложились в процессе съемок этого видео в Днепропетровске. Всем пока, до встречи! Это явление цивилизации дошло и до нашего города, и в связи с этим мы можем... Ну что это такое? Ну что, погоняем? Можно? Давайте сфотографируемся, давайте. 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 Поехали! Спасибо за внимание!